Всем привет, дорогие друзья мои, подруги! С вами, как всегда, Алекс и новый боевой пропускал в дюте. Купил я, значит, черный сектор, да, черную монетку, и начнем, смотрите, с этим оружием я уже побегал, это ИСа 9 мм. Вон в Black Cell сразу есть и этот ИСа 9 мм. Ой, где-то здесь, давай посмотрим, это что у нас с ИСа 9 мм. Вот, собственно говоря, такой чертежик, я побегал в сетевой, но такая пуха, ее надо пересобирать, конечно же. Давайте пойдем что-нибудь откроем, ага, мне надо открыть, подожди, это открыто у меня уже? Это не открыто, надо начинать, значит, с самого начала, вот, открывать. И это у нас что? Авансер. Ну, авансер как авансер, в принципе, авансер уже был, был в прошлом этом сезоне, но есть и новая пушечка, а новая пушечка, вот она. Дойдем ли мы сюда таким образом? Нет, таким образом не дойдем, потому что вертолет не открыл, правильно, надо ближайшие сектора открывать. Я заметил, сейчас откроем, заметил, что боевой пропуск у нас не весь получается здесь. 10% только, да, вот эти сектора, это здесь. То есть здесь что-то появится, вот здесь, наверное, сектор появится, и вот здесь в этой дыре тоже появится. Так, ну что ж, мы добираемся до новой пухи, так сказать. Поэтому открываем эти секторочки. Завершен. Завершенный этот сектор, отлично, отлично. Так, темный, темный сектор нам дает право. И вот она, новая пушка, хочу открыть побегать с ней, посмотреть на нее. Сейчас быстро глянем, что у нас в боевом пропуске. Вот она, вот она, штурмовая винтовка, новая в этом сезоне. Ну, штурмовка как штурмовка, я даже не знаю, как сказать тебе, да. Штурмовка как штурмовка, вот она. Параметры выбора, да. И подожди ты, дай посмотреть на нее. Оружие, штурмовая винтовка. ТР-76 Гайст. Что она из себя представляет? В принципе, с ИСа я побегал уже 9 мм, да. Но такое оружие добавлять, что оно представляет из себя? И вот еще, да, смотри. Офигенный клоун, которого можно выбрать. Но я уже вот это вот, это не Валерия, чтоб ты понял, это у нас В-4 Элзрия. Короче, это Валерия, только заглюченная, короче, она в робота, получается, превратилась. Полу-робот, полу-человек, разговоры у нее такие конкретные, понимаешь. Так, черный сектор, черный сектор, КамАЗы. Слушай, давай сюда пойдем, да? Давай сюда пойдем. Вот этот боец мне симпатичен очень. Так, вот он. Вот он, причем, мне кажется, да, или, ну, что... То есть, подожди, дай сюда, нажми, что ты выходишь? Обычный, даже как-то, ну, поярче, что ли. Страшный клоун, да? Чем страшный клоун черный сектор. Ну, страшный клоун черный сектор, оно почему-то всегда все золотое, но он темненький. Здесь, ну, более темненький, что ли, не знаю, давай выберем его, интересно просто будет побегать. Кстати, да, боевой пропуск, вот он, собственно говоря, весь. Новенькое оружие вот это и новенькое оружие вот это. Вот этот сектор я не открывал, открою потом, потому что здесь у меня уже собранное оно и открытое, как говорится. Больше нового оружия нету. Скины на машинку, скины на исполнителей, в принципе, скины на оружие какие-то. То есть, ну, такой скин, такой скин, да, маски. У нас ивенты страшные будут, вот такой страшный скин, да, и вот это Дракула прям вообще. Дракула прям вообще. 25% боевого пропуска завершено, и это как-то очень-очень-очень быстро. Это значит, буквально пару кафочек и 50% боевого пропуска будет завершено. Ну, не знаю, я маленький. Мне кажется, здесь что-то добавят. Будут ивенты какие-то еще, конечно. Конечно, в DMZ я вообще еще не заходил, кстати, и хотел посмотреть клоун. Это же у нас какой исполнитель? Это же не просто клоун. Это выбрать для всего не надо, ты мне скажи. Это облик Fender, понял. Облик Fender, вот. Найдем его, пойдем в DMZ, по крайней мере, посмотрим, что там есть. Сейчас облик Fender найду. Возьму новую пушечку и посмотрим именно в DMZ. В облике Fender вообще, что там творится в DMZ-то, а? Ну, че ж, ребята, вот он наш активный боец. Да, у него ни хера нету. А вот она, наша, значит, винтовочка. Вот такая вот. Я ее прокачал до какого уровня? До 17-го, да? До 17-го. Но в боевом пропуске есть вот такая вот уже собранная, как бы, черный сектор. Вот, да, до 17-го уровня истребитель черный сектор. Вот, возьмем его, возьмем клоуна и посмотрим. Кощей комплекс тут новая. В общем, все осталось по прежде, конечно же. Полностью они не выкатят нам. Ну, пошли, пошли посмотрим вообще, что на Альмазре, да? Ух, нифига себе. Клоун выглядит вообще супер. Скажи, просто офигенно. Ну, несмотря, ребята, на то, что у нас в лобби ночь, здесь ночи нету. Ну, посмотрим на Блокцеловское. Ух ты, блин. Нифига себе, как-то подергивалось. Вроде идет плавно, но вздернулось чуть-чуть. Посмотрим. Здесь очень плохое место, как по мне. Очень плохое. Ля-ля-ля-ля-ля, да. Здесь и боты, и посмотри, сколько их, во-первых. Ну, такое, мне кажется, даже по ботам много надо стрелять. В отличие от других оружий. Я побегал и с ппшечкой. И... Ау! Блядь, ну я не заметил. Я не заметил гребаную растяжечку. Кто-то поднимет там. Просто не заметил, спасибо. Спасибочки, вот. Просто не заметил. А что он без оружия этот? Братуха, у тебя есть? Все нормально, там оружие есть. Просто растяжечка. Я бежал, уже не мог остановиться. Здесь все посмотрели. Кстати, мне там аспирин, что-то такое надо. Зубная паста мне не надо. А что, здесь оружие есть. Вон, оружие. Что, не берем? Что без оружия? Играем. Непонятно. Так, ставим дронечку. У одного вроде у всех было оружие, а тут расы нету. Но здесь задерживаться я не хочу, если честно. Просто не хочу. Я понял, что они будут тут долго сидеть. А сюда может кто-то прийти. В общем, карта как карта. Вроде ничего не поменялось. Ничего такого я не вижу здесь. Короче, альмазра как альмазра. Выбрал я от этого клоуна. Отстранил. Выбрал вот этого клоуна. И выбрал новый пистолет ИСа 9 мм. Как я и говорил, ребята. В боевом пропуске здесь есть ИСа. А вот здесь вот есть новая вот эта вот штучка. Просто можно не идти сюда. А не открывать голую. И вот не идти сюда, как я не шел. Просто взять и открыть здесь. И открыть здесь. Естественно. А, это открывается бесплатно, когда черный сектор покупаешь. Вот. Вот такая вот боевая штучка. Не знаю, взял этого клоуна. Но мне кажется, что прошлый был получше. Пойдем на вондул. Потому что в альмазре вообще ничего не поменялось. Посмотрим, что на вондуле поменялось. И заодно потестим новую ппшечку. И нового клоуна. Клоуна. Так, я загружусь или нет? Я загрузился наконец-то. Вот мои ребята. Офигенные. Зачем мне в вазе? Кинули в вазе. У меня что, оружия нет? Или не выбрано? Или не показывается? Не знаю. Так, о. Саморесик. Нашел. Ключ, открывающий тайник для контрабанды конюшней. Ой, это далеко отсюда. Я помню. Ну, там ничего нету обычно в той конюшне. Вонючий. Сейчас пушечку потестим. И уйдем отсюда. Вот. Еще в сетевую игру, возможно, зайдем. Быстренько сейчас. Пробежимся. Ну, вот такая вот тоже, с черного сектора. Ну, мне кажется, она работает лучше, чем АР-ка даже. Ну, АР-ка как будто бы горохом стреляет просто. Он просто знает, что такое горохом стреляет. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И, в общем, не знаю я. Первое впечатление. О, чемоданчик мэра. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Чемоданчик мэра находится вот здесь. Уйди. Я чемоданчик мэра смотрю. Вот. Мне Вондул больше нравится, ребят, чем Альмазра. Альмазра, она такая казуальная. Конечно, меня здесь за это могут пришибить сейчас. Слушай, а я за стенкой был? Вроде я здесь был. А он уже попал. Утро-1, разведка выследила приоритетная. Я подострелил. Приоритетная была. Вот цель. Ключ какой-то есть, потом посмотрю. Облада одобрена. Мне туда, к чемоданчику мэра, хочу добраться. Банкомат, это все очень-очень прикольно. Отсюда я не попаду даже с этого оружия, прикинь. Вот единственное, что, что... Блин, ну 20-30 метров, ребят. А не, это челики. Смотри, сколько я ему дал, да? Я хочу к чемоданчику мэра пойти. Желтый что-то там застрял, короче. Вот. Там троечка, видишь как, залутанная, перелутанная. А у меня, ну, такие вот... Ребята, я не знаю, пришли. Один откис. Один даже и помогать не пошел просто. Это плохо. Я не понимаю, в этом сезоне забыли заправки поставить или что? Чемоданчик мэра. Ну, беспилотник они как-то включили, наверное. Сами по себе. Чемоданчик мэра здесь. Блин, здесь ботал. Конечно. Не хочется шума поднимать. Разделился, рекомендую держаться. Да разделился, разделился. Это же разве отряд? Да ты откроешь мне? Нет брони, да? Блин, я так рассчитывал на нее. Золотой слиток зато есть, да? Здесь я смогу? Нет, не смогу. Так, хорошо. Отчего я ключик еще взял? Сейчас посмотрю быстренько и пойдем отсюда. Так, ты мне ключи покажи. Сценическую сумку музыканта. Ну, это видеокарта. Конюшня. Ну, это челики по-любому понеслись. На заправу. О, заправочка. Здесь же ребризер может быть, да? И здесь я могу в лобби попасть. Потому что их трое, я один. Правильно? Хотя они не на заправку вроде же приехали. Вон они. Спрыгнул, блин. Ну, а у него третья бронька, ребят. Третья бронька. Я отступлю. Ой, МБПЛА поднял. Мне жопа просто. Вот это я бы выкинул. Сценическую сумку музыканта. Вот. Может, какой-то лут будет. Он помогает прокачивать боевой пропуск просто. Понятно. Такое ощущение, что урона ноль. Просто иногда. А как ты так кинул через спину ту? Ай, ёп твою, налево. Блядь, ты откроешь? На плавучем доме. Блин, там тоже было всякое. Нет ни хера, да? Пойдем в конюшню туда. Конюшня где-то здесь должна быть. Ну, блин. Что-то брони нет у них где, блин. Ну, возможно, я так смотрю. Но все равно мы быстро походим. Быстро поищем. Чувак, наверное, тоже за ребризером туда. А что это? Одна заправка. Раньше здесь по берегу было много. Раньше так боты стоят. Это хорошо. Так, это не конюшня. Конюшня у нас дальше вроде, да? Я уже забыл, где эта конюшня. Ну, да выплыви ты, ёп твою, налево. Завис там. Ну, говно-говно, если честно, здесь. Мне не нравилось. По-моему... Бля, здесь ботов столько, а? По-моему, вот тут конюшня. Да, патронов не хватает. В общем, это не самое... Любимое... Мое оружие. Это сто процентов. Цитадель. Вот. И я горю этим зелёным, так что это не самый любимый... Не самый любимый мой клоун, получается. А здесь зашифрованный дикт, да? Бля. Я бы взял чё-нибудь. А у меня уже патроны... Ну, да и... О, ну смотри, как я быстро ботов убиваю с этим оружием, а? Правда, они окружили, сейчас меня убьют, да? Ну, у меня саморез есть. Они просто окружили. Они спаунятся здесь очень много, так что это... Ну, можно не переживать. За это как бы. Это... Это в порядке вещей в калу идёте. Вот. Игроков, надеюсь, больше уже. Вот это пометили всё. Я хер не вижу, ни хера понимаешь. Да ну нахер, блин. Он просто делает мне бах-бах-бах. А я даже не вижу, куда я стреляю в этом тумане и дыме. Блядь. Воюй с ботами. Просто срань, а? Ультра-один важна. Выпад обстрелом. Да похер мне. Блядь. Блядь, это... Я не знаю, это не варик здесь искать чё-то, конечно. В этой конюшнике. Патроны на ППшку ты хер найдёшь. Здесь конюшня такое себе дело, да? О, ну патроны нашёл. Тридцать всего. Ладно, давай сделаем так, потому что из-за ВБ нету. Ящик с инструментами. Тайник заперт, блядь. Открывающий музыканта, чемоданчик мэра, тайник от контрабанды попахивает конюшней. Ага, это не тот, значит, да? Тайник. Вот же конюшня. Непонятно. Непонятно. Так, хорошо, а ты откуда? Д2. Слушай. Ну, Д2... Это вот здесь. Вот здесь я в конюшнях. Может, здесь ещё чё-то есть? А чё не открывает? Вон, как раз. Ноутбук, так. Может, в сейфе броня есть? Ну, это вряд ли. Чемоданчик мэра и сценическую сумку. Сейчас пойду полапаю, быстро на выход пойду. Опа, прилетели уже, а? Вскрывай, вскрывай, сейф. Тут ноутбук, всякая херня. Так, а где ЗРК противника? Ага, вот ЗРК противника. А где выход? Вот или вот. Ну, на этот, может, сходим. Здесь ещё где-то сценическая сумка есть, музыканта. Я всё время забываю про эту сцену. Где эта сцена? Короче, где-то вот. Вот здесь она. Сцена эта. Ну, пойдём туда. Но не найду броню, так и будет. Вот. Ну, ППшка сам. Сам смотри. Вот такая. На девятках, то есть, ну, на девятках обычно говно. Если брать уже, ну, нормальную, то есть, историю пушек, да, то, ну, это говно. Это говно. Так, и чё здесь? ППЛА есть, да? Ну, на этом. Спасибо. Лахман Суби, то как-то получше будет. Так, теперь, да, вот туда иду. Получается. Даже, наверное, не пойду, а поеду. Вот здесь припаркуюсь, да? Боты гуляют. Вроде гуляют. Вот. На Вон Дали, ну, как-то практичнее найти херню эту, допустим, броню, ещё что-то повоевать. Единственный минус. Ну, туман сильный очень, ребята. Вы посмотрите, да ты ни хера не увидишь тут ближе пяти метров просто. Ну, открой ты, ну, ёптвою. Ещё одна видеокарта, да? Ээээ, ключ от дома на... На плывучем брелке. Ну, хорошо, возьмём ключ от плывучего дома. Изношен. Ну, будет кому-то. Будет кому-то ключик этот, ладно. На плывучем доме я знаю где. Там бывает? О! Вот уже на две плашечки нашёл. Уже легче. Уже легче. Ключ и сумку местного баристы. Блин, ну, некуда, ребята. Ну, сори. Надо рюкзачок поискать. Покупать я его не буду. А вот найти. Вот средненький он. Красавец. Хороший. Это хороший тоже ключ, кстати. Ну, теперь достать его. Ладно. Ну, и он нахер, короче. Я понял. Давай посмотрим. Саморез нету. Нету и нету. Посмотрим, где у нас выход. Ближайший. Ближайший вот здесь. А плавучий дом, плавучие дома у нас вот здесь. И где-то здесь есть закрытый плавучий дом. И я не помню, какой из них закрытый. Ну, где-то здесь я близко. Поэтому пошли посмотрим, что там. Здесь просто ботов жесть. Понимаешь? Просто жесть. Вот тебе, короче, и патрончики, да? Тридцать три патрона, которые заканчиваются за секунду. Ну, так все убивают. Так Q намного быстрее. БАСП намного быстрее. Блядь, а вы нескончаемые, да? Нескончаемые. Я не помню вообще, блин, у меня... Вот там, наверное, где-то этот плавучий домик. Я не помню, где эти плавучие, бляха-муха, домики закрытые. Мне еще комиксы надо. Но был бы рюкзак большой. О, да. Надо запомнить. Это то, что мне надо. О, а вот и самая реанимация. Так, ну, здесь есть хотя бы еще БПЛА, да? Это хорошо. Это хорошо, конечно. Так, здесь что у нас? Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь ничего. Радиация плывет. Жесткий диск. Мне надо жесткие диски. Локвуд и Вазнев. Локвуд и Вазнев. Ну, так как их продать нельзя в Call of Duty, да? То, что брать? Ключ ветеринара. Кстати. Ну, это квестовый какой-то, наверное. Провода. Так, хорошо. Где у меня выход? Во, радиация идет. Последний будет где-то там. А где я припарковался? А я вот припарковался, да? Последний будет... Я на этот не успею. Последний будет где-то как раз на лошадиной ферме. Можно, кстати, и свою эвакуацию личную купить и... И выйти. В принципе. А почему бы и нет? Зачем мне деньги нужны, да? Вход. В магазинчик. Во, им пользовались, да? Так, где у нас здесь? Личная эвакуация. 37 тысяч. Все, больше мне ничего не надо. Ни противогаз, ничего. Хера себе. А что так близко-то, а? Прям в радиации-то. Хера себе просто. Блядь, а вы ближе не могли сделать эвакуацию? Нет. Блядь, да вы что гоните? Да не, это жопа. Это жопа. Я лучше на обычную поеду, блядь. Вы что гоните просто? Я купил эвакуацию. Она за... 3,9 земель, блядь. И она за 3,9 земель. Вы что, с ума сошли? Желтая. Вот это моя, да. За 3,9 земель. Освобожу, потому что вот... Блядь, и таблетки можно скушать. А, я ее уже не вызову, да? Потому что, блядь, мне добираться просто километр, да? Или нормально, или прилетит, блядь. Ну это вообще, ты видел, да? А, вылетел, так это хорошо. Во, прилетел мой вертолёт. Я помню, это желтая эвакуация. Никакая не синяя. Это последняя появилась просто эвакуация. Там ждет вертолёт. Вот, а я на этой. Ну сожжайся, ну почему ты такой медленный, то ёб твою налево. Не надо ждать, мне 5 секунд. Почему здесь 60 секунд? Я же не на последнем вертолёте. Ну я не на последнем, я на своём. Не надо 60 секунд. Вот, оставьте свои секунды. Значит вам оставьте свои секунды. Мне не надо 60 секунд, там 50 секунд. Мне 5 секунд и улетел. Всё, своё дело сделал, подлутался и улетел. До свидания. Итак, короче, чё мы ещё не посмотрели, ребята. Во-первых, вышло обновление. Только что пришлось перезагрузить. Значит добавили вот такую вот фигню. И для ДМЗ бонусный эффект. Это Тиер 76 Гайст. 15 минут восстановления. Ну, такое себе. Такое себе. Я не знаю. Это для тех, кто боевой пропуск не прокачал. Либо не открыл. Здесь у нас, в принципе, всё начинает прокачиваться. Вот. Я где-то здесь что-то делал. Я уже не помню. Я потом насобираю. В общем, боевой пропуск на 32% завершён. Первый же день, да. В первый же, грубо говоря, часик завершён. Дальше у нас есть призраки ещё. 19D. 19 дней, я надеюсь. The Hunting. Потому что сейчас никаких призраков нигде, ничего нет. 19D. Вот. Я не знаю, зачем так старался я. Потому что этого клоуна я поменяю на обычного. Обычный мне нравится больше всё-таки. Чем вот этот вот. Поэтому, увы, его придётся уволить со второй бронёй. Да. С оружием. Со всем. Персонализация. Боевой пропуск. Всё посмотрели. Магазин посмотрели. Призраки через 19 дней. Но это завтра будет ясно, да. Через сколько дней. Если будет через 18, значит через 18. Вот такое вот новое. В принципе, нового мало. Но мы здесь видим, что здесь, скорее всего, какие-то сектора. Ну, штучки 4. 4, я думаю, добавятся. Да. И вот здесь один. Может быть. Потому что их нету. Это самый маленький боевой пропуск, который только есть, получается. Покупать его, значит покупать этот Black Cell или не покупать это тебе решать, я не знаю. Я бы, ну, на твоём месте, если так играешь понемногу в DMZ, ещё во что-нибудь, да, катаешь, то я бы, наверное, обычный взял бы. Потому что, ну, разницы я не вижу, видишь. Мне мешает, допустим, вот эта вот херня зелёная. Также ещё появилась новая карта. Она мне нравится. Ла Каста, вот эта вот офигенная. И Коро Виллэдж. В принципе, Коро Виллэдж более-менее похожая. Я играл на ней когда-то, но сейчас её чуть-чуть доработали. Всё. Больше ничего. КБ, ротация одиночки, рейтинговая, шипмент. Вот и всё, как говорится. Вот и всё. Перейти в магазин мне не надо. Вот эти карты мне нравятся. Всё, ребят. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.